Субтитры создавал DimaTorzok Я строки-форючен Так... Меня зовут Шут Павел, я Версальщик УОФО Троллер Хотелось бы познавить это с вами Кто из вас пишет CSS? Можете понять? Ну так нормально Кому это подобается? Нормально А есть люди, которые мне подобается в CSS? Да Люди, когда это открытие, что вам не подобается? Что не так в CSS? Отпустые перемены Ну, все перемены, по которым Средиземные перемены От условий, цикла Ну, все, что вам Единственное поведение Ага, доброе Так, еще какие-нибудь А как? Ну, то, что модель наследования в CSS Это лучше Окей, а еще такое Тут руки были? И выточились А, да ладно, я взял проще Опять же, то, что решается при процессоре Отсутствие Отсутствие Обязательно Бегутных столбов Угу В CSS может собереть предметы Но, то есть, да, Это принадлежно Ну, эта проблема уже Фиксится, так? В CSS измене Но, так, есть такая проблема В принципе В принципе, в CSS Он не был Колиен его придумали, так? Он не был Упредогреживаясь Такие эфирки Я занимаюсь Версткой уже Более 8 годов И в тот час Сайты были Знаете, намного простей Так, знаете, все простенько Что тут работает в CSS? И он Стилизует текст Что это делает Табличка для того, как Забить некий лей-аут Там некий фон задать И, в принципе, на этом все И Что можно хотеть От CSS А когда он будет задуман И годом 15 назад Али за 10 годов Все можно поменялось И Возьмите То есть там Facebook Али уже Просто 10 год Фактически Веб Перетворился З HTML сторонок У JavaScript Программы И Подоплывание До CSS Так само Извинились Хотя И они там Не продавляли Так Так Мифы CSS Что это такое? Мы все Учились По Утерететных сайтах Шталту Смешин магазин Або Элист апарт Об тем, что Разметки Чем менее Тем летнее Лишние дивы Это зло Много класса Вешать на элементы Так само Дрена Потому что Разбивается Код 10 годов тому Кожный байт Передачи по интернету Дорогие Люди Сидели Я думаю Многие Так само На Дайлап Модемах И Кожный байт Отповедно Сомневался В кристане Каскаду Что это такое Колен У вас вверх Например Цепь Бар И Вы повесили Шириню Форм Бордеры По мере Шрифта И потом На стороне Вам требовали Трешки поменять И вы вешаете Класс На боди Продактпейдж И Ссс Продактпейдж Сайдвар И там Что-нибудь Видс 200 пикселов А не 500 Как это Человек Классы Классы Сематричные Классы Особных История Класс Поехали Класс Поехали То Что Находится В Объекте А не то Как это Объект И Нужно Нормально Правил Так Мы Зачет Окропили И Что-то Такое Правило Зараз Зараз Не верю Что Такое Правильное ЦСС По Моей Версии В принципе Не только Моей А У них Это Принципы Они Подходят Не только Для ЦСС А и Для Программования Есть Разделение Отказностей МВС Объектное Ориентование Программования Какие Все Правила Они Уже Створились Давно И За 60 И Это Правила Выпределились А ЦСС Молоды И Не Можем Хвастаться И Если Принципы Программования Отдавать До Вертки То Мы Можем Заримать ЦСС Может быть Реализабельны Мы Можем Написать Один раз И Укоррестаться Им Без конца Будет Продсказальный Это значит Что Колья Помещенники Блок У Места Там Ничего Не Поломается Блок И Легко Потребливается Потому Что С Классичным Подыходом Добавляя До Конец Это Раз Некольких Годов Проект Просто Не мог С чего Потребливать Просто Код Разрастается Ключее Чем Сам Проект Я В Принципе Я Выкоррестовываю На Проекте PandaDoc Я хочу вам сегодня рассказать Ось Скиншот Трошки Про техничный Бог Проект Гэта Девоскрип Табликейр Написан На Агуляре Для Целев Я Выкористовываю ЛС Препроцессор И Трошки Бустрапа Для Кнопок Форм Модальных Диалогов Не шмат Литерально Выкоррестовываю Процент Тридцать И ЛС Гэта Набор Мексинов Я Выкоррестовываю Практично Для того Как Не писать Вендорные Проекты Ну Само собой Грант Как Для Продакшена Для Девелопмента И Рест Фактично Наша Понадобка Это просто Клиент Для REST API И Так Вырезая Проект Головное Правило Это Самое Головное Что Вы Не Новое Для ЦСС Но У Программование Это Так само Соправное Правило Разбивайте Код На Наименьшие Максимовые UI Компоненты И После Избирайте И И И И Ну Я Зараз Показать Как Это Выжитая Непосредственно На Проект В Это Код Я Думаю Покажу В Редакторе У 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 паблика Конечно Я разбил стыли на базовые речи, там у нас есть базовые речи, миксины, мои классные, там их трошки изменные. Паблика для иконок, они кинетируются за SVG шифтым грантом, либо там у нас речи, вот раб наши миксины, лесхед и там еще и наши компоненты. Если не чувать, то вы пидаска скажите, потому что мне тут чувать нормально. Так, и основный объем кода находится у объектов, так званых. Это разностайные маленькие модули, ныне за счет их можно назвать некими модулями, но это маленькие компоненты, которые можно коррестовать. Я думаю, важная такая участка будет показать такие файлы, как головный файл, там где их еще избирают. Так, ну это и файл как будто будет подрывно. Так, ну давайте базовая речь и, наприклад, текст. Окей, текст. Я выкорестовываю этот принцип разбивания на самые маленькие компонентики. Я, так, выкорестовываю ведьми литерально, и многие классы фактически умают по одной властивости. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите, наприклад. Классы, текст маленький, там практически все файлы выкорестовываются в родных контекстах. Классы для текста толстого, нормального. Классы для выравнивания. Вот, можно сразуметь, так? Такие самые классы... Вот такие самые классы есть для layout. Самое интересное, что будет до конца. Такие панельки и панельки, а где есть шмак классов для задания марджинал, импатинга, дядет индекса, ширине. Ну, вот они импатинки марджина. Вы скажете, что, ну, это, это вельми не пригожен, не семантично, и мы могли так крепить зряно, когда мы этими классами будем хорестаться, какая розница, когда мы будем что-то сам писать прямо в атрибут стайл. Ну, чем розница? Что такое семантичные классы? Это такое особенное питание, потому что... Что такое семантичные принципы? Семантичные классы — это классы, которые имеют значение. Классы можно иметь значение, а можно не иметь. И когда мы разобьем эту семантику на семантику контента и семантику UI, то ты сейчас думаешь на своем месте. Что, когда атрибут классы, он у нас такие... Я бы просто задать, место сбора CSS, HTML, JavaScript, вот эти классы, они есть вот этими разными частками. И когда эти классы не перемешиваются, классы, например, нахи вешаются event-list, она же идет скриптовая, классы, которые стилизуют элементы, и классы, например, когда вы выкартуете микроформаты для того, как добавить более семантики и непосредственно уже к этим классическим разумениям, то сейчас становится на своем месте еще нормальнее. Когда мы выделяем визуальные властивости к особой семантику, то становится все нормально. И мы не изображали, что часто классы называются CSS-классы, хотя на самом деле это HTML классы, это HTML датрибут. А реально в процентах 90 в упадках классы предстоит именовиться для того, как элементы статализовать. Чему не давать классы, и классам такие вот называют визуальные компоненты. Я больше складанных модулям, я выкрустаю B. Кто-то здесь мы знаем из B. Можете планировать руки. Ну и опять же это тоже, ребята. Для тех, кто не едет. BAM – это методология от Яндекса. Судная стерчим. Кожный компонент, и он является таким незалежным, и может сплодаться за непосредственно с блока, или сам компонент. Элемент – это чарточка этого блока, и модификатор – это вариант, то есть это базовый элемент. Как это выглядит в коде, я сейчас вам покажу у инспектор. в коде. Так, пусть не улазит. Начастовый код и непосредственно нашим текстом. И мы сделаем… Ну вот. Например, вот. Вот наши кнопочки. Планадога – это программа для… для того, как отправлять и подписывать документы, И вот эти виджеты можем документ перерастягивать. Я вырезаю код вот из таких деменчиков. Вот это блок виджет-хэндл, внутри есть элементы виджет-хэндл. Два подкреснивания – это значение для отделения часток этого блока фактических элементов. Частка один, частка два и частка три – это три горизонтальные половинки. Внутри есть иконочка, например, и на мой базовый класс. Это так самый незадержный блок, который используется в блоке и модификатор. Это иконка для виджет-хэндл. О проблемах сказано много. Кому таково, думаю, поглядеть. Кому таково могут не коррестаться. Они помогают структуровать код и выделять модули, и их выкористовывать. И наступный момент. Как это еще помежду собой склеиваться? Важный момент у ЦСР – это селекторы. Я стараюсь выкористовывать самые короткие селекторы просто один класс. Это, на мой взгляд, самый простой, самый легкий способ. Когда есть класс, и он вешается непосредственно на той элемент, те, какие стилизовать потребно. И это еще просто сразумело. И ты не чекаешь, что, когда я этот класс выкористаю, то что-нибудь поломается. Потому что нет ранее. Уже были такие обозначения. И что с ним может быть не так? Классов много не бывает. На один элемент я могу вешать пять-семь из таких классов. Оно уже дает долговато. Олег, это мои свои добрые плюсы. Не пишучи нового ЦСР, а можно створать новые скрины, новые диалоги. И при этом код застоется, код CSS не расти. И он не задувается пропорционно росту самого проекта. Так, что еще? Я минимально выкористовую миксины, потому что в отсутствиях это то и самое, что и повесить классный элемент. Конечно, есть миксины с параметрами. Это классная фишка, конечно, CSS такого сам не умеет. Поэтому в таких выпадках это бывает харизма. В остальных выпадках крепень не раздувать CSS и просто задать еще один классик. Некоторые стоят каскад. Это ясно, потому что вот такие выпадки, например, list.ly, и когда мы повесим какой-нибудь класс, например, у нас список горизонтальный, и мы написали list.ly float.left, и мы поехали на такий класс float.land, и он процессовать не будет, потому что вот такие селекторы, он очень специфичный. И вот такие дисподиваночки позволяют вырешить просто невыкористание вот таких селекторов. Бывает, может быть, они так же ведь не пить, они, как правило, так ведь не пить. Ну и просто я уже сказал, что может быть неколький семантик, и можно вешать одночасово несколько классов, и одни из них будут отказывать за презентацию, за выжид, а инжи классы будут отказывать за то, как на них вешать ивент-листнеры, и есть такая добрый праздник, как просто их начинать, такие классы JS и там что-нибудь. И, соответственно, я думаю, что вот этот класс для матча-скрипта, а вот это для layout-а, и программисты и верстальщики, которые вместе с собой не обращают. Так. Что таки под выходные? В принципе, я это еще раз сказал, что стараются новые элементы худка, не расти в CSS, это просто, это может писать навод программист, и больше не бывает таких неисподеванных молок. Вот. В принципе, еще театром за вагом.